Наша первая лекция начнет прекрасный специалист Субботялов Михаил Альбертович, доктор медицинских наук, профессор, президент Национальной аюрведической медицинской ассоциации. Лекция под названием «Стратегия развития аюрведы в России». Хорошо слышно всем. У нас есть общий чат, куда вы можете писать сообщения или какие-то вопросы. Я хотел поблагодарить команду организаторов вебинара, компанию «Биакван» за приглашение. Также хотел поблагодарить Национальную аюрведическую медицинскую ассоциацию за то, что мне предоставлено слово в эфире. И так как в поле аюрведы в России произошло ряд важных событий, мы решили эти события вкратце осветить. И поэтому мое сообщение будет посвящено этим вопросам. Вкратце об этих событиях я буду говорить в процессе своего выступления. И хронологически первое событие случилось на самом деле уже полгода назад. В России прошла защита докторской диссертации, первой докторской диссертации по аюрведе. И я ее защищал в Москве, в Национальном НИИ «Общественное здоровье» имени Симашко. И вкратце некоторые материалы этой диссертации тоже будут представлены в сегодняшнем сообщении. Но начать я хотел бы с того, что на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения возглавляет ее Маргарет Чен. Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен родом из Китая. И возможно это не случайно, потому что она последние практически 7 лет всячески способствует тому, чтобы во всем мире развивалась традиционная медицина. И вот здесь на слайде мы видим ее слова. Пора также рассматривать традиционную медицину в качестве ценного ресурса. Она нуждается в уважении, поддержке, является ценным источником, указывающим путь к прогрессу. И Маргарет Чен говорит о том, что необходимо использовать совместно современную медицину и традиционную медицину. Совместное использование приобрело такой термин, как комплементарная медицина. Комплементарная означает дополнительная. И что же мы относим к традиционной медицине? В настоящее время существует 3 традиционные медицины. Это аюрведическая традиционная медицина, это китайская традиционная медицина, и также к ним относится наиболее молодая из этих трех, тибетская традиционная медицина. Вот здесь на слайде я даже прикрепил обложку журнала, который выходит в Москве уже много лет. Он так и называется «Традиционная медицина». То есть в нем публикуются статьи, посвященные исследованию в этой области. И вот одна из трех традиционных медицин – это аюрведическая медицина. Аюрведа, как мы знаем, происходит от конскритских слов «анус», что означает «жизнь», и «веда», что означает «знание». Я думаю, это большинству слушателей известно. И основными подходами аюрведической медицины являются следующие. Мы выделили 5 таких подходов, хотя их на самом деле гораздо больше. Первый – это холистический подход. Холистический подход означает, что аюрведа воспринимает этот мир, это мироздание, как целое. А происходит от английского слова «wall», что значит «весь» или «целый». То есть организм не воспринимается как сумма органов системы, воспринимается как целостный. Второй – это психосоматический подход. Психосоматика свидетельствует о том, что существует связь между телом и эмоциональностью. И эта связь прослеживается в развитии и профилактике заболеваний. Отдельно мы выделили красным и три восклицательных знака, поставили индивидуальный типологический подход. Это подход основанный на том, что каждый человек – личность, каждый человек – индивидуальность. И существуют группы, которые объединяются люди по сходным признакам. Эти группы называются типы конституции. И для профилактики и лечения болезней необходимо учитывать эти конституциональные особенности. Следующий – это натуропатический подход. Это означает, что для профилактики и лечения заболеваний используются средства естественного происхождения. Это лекарственные растения, минеральное сырье, эфирные масла, продукты питания и так далее. Диагностический подход в аюрведической медицине отличается тем, что диагностика в аюрведе – это не только постановка диагноза, не только и не столько заключения, сколько наблюдения за пациентом. И, как я буду рассказывать дальше, мы реализовали определенные проекты, которые позволяют это осуществлять на сегодняшний день. И вот, как я уже говорил, в этом году, буквально через 4 дня будет, полгода, как состоялась защита диссертации на соискании ученой степени доктора медицинских наук. Она прошла в Национальном НИИ «Общественно-здоровье» МСИМАШКО в Москве. Консультант этой докторской диссертации, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор Парокина Татьяна Сергеевна, один из ведущих ученых в нашей стране. И тема диссертации звучит так. «Традиционная аюрведическая медицина – источники, история и место современного здравоохранения». То есть я поставил перед собой задачу донести до научного сообщества, как развивалась аюрведическая медицина в течение многих веков, что мы имеем на сегодняшний день, на какие источники она опирается и как она может занять свое место в современном здравоохранении и прежде всего в здравоохранении Российской Федерации. Ну, немножко погрузимся в историю. Этапы развития аюрведической медицины. Мы выделили семь этапов в развитии аюрведической медицины, начиная с XIII века до нашей эры, когда уже имелись письменные источники. То есть до этого мы можем судить только посленно о развитии медицины, но на данный момент уже были источники, которые позволяли оценить значение медицины, в частности аюрведы, в человеческом сообществе. О каждом из этих периодах я сейчас вкратце расскажу. Первый период – это ранний ведический период, также мы его назвали эпохой Ригведы. Ригведы – это первый письменный ведический текст XIII-XI века до нашей эры. И в Ригведе мы находим очень много медицинских упоминаний. Есть гимн, который описывает лекарственные свойства растений, и также уже в этот период упоминается профессия врача. На санскрите звучит это «вчиша». Это означает, что даже в XIII веке до нашей эры уже существовала профессия врача как отдельная профессия. Это очень симптоматично, потому что все возвращается на круги своя, и я буду говорить об этом в конце своего сообщения, на сегодняшний день профессия аюридического врача уже официально признана в России. Также в Ригведе описываются три ДОШИ, они названы три ДГАТО. Описывается пересадка органов, имплантаты, омолаживание организма. То есть медицина в этот период уже была достаточно развита. Затем наступает с X по VI века до нашей эры поздний медический период, когда появляются три другие веды, это Адхарва, Сама и Яджурведа. В частности, Адхарва-Веда, в ней описываются алюргические методы лечения. В качестве причин болезни указываются крими, на санскрите это черви, сюда относятся и вирусы, и бактерии, и грибки, и паразиты, обробно описываются заболевания траказы, встречаются описания родов, омоложения, средства, нормализующие половую функцию и так далее. То есть мы видим, что в этот период аюргическая медицина, она приобретает еще большее значение, и что немаловажно, есть медицинские упоминания в известных этических произведениях, таких как Рамайна и Махабхарата 5-4 века до н.э. В них перечисляются лекарственные растения, различные методы и средства лечения болезней. Также упоминается профессия врача. Это говорит о том, что медицина становится очень популярна, ведь если в художественных произведениях, в теоретических произведениях упоминается медицина, это значит, что она проникает во все сферы общества. И вот в этот период, это период до нашей эры, когда в Европе не было еще никаких университетов, седьмому веку до н.э. появляется такша Шила. Это первое учебное заведение, в котором было несколько монастырей, или их можно сказать, на санскрите называется, вихара, в которых осуществлялось обучение искусству аюрведы. Несмотря на огромные размеры, при археологических исследованиях не было обнаружено больших лекционных залах, что свидетельствует в пользу того, что обучение проводилось в индивидуальной манере от учителя к ученику. И о славе этого города, как центра учености и образования, говорят цитаты из Махабхара и Ромаины. И таксила, по-гречески она звучит как таксила, а на санскрите такша Шила, стала такша, она основана легендарным бхаратой. И он назвал ее в честь своего сына такши. И к 7 веку до нашей эры она уже была прославленным местом обучения. И студенты в этом месте обучались под наблюдением учителей, таких как Панини, Дживака, Чинахи, Нагаджины и множество других. И затем наступает период, который мы назвали периодом расцвета аюрведы. Он длится с 5 века до нашей эры, до 9 века нашей эры. В этот период известно, что буддисты, которые не признавали авторитета ведических писаний, взяли на вооружение аюрведическую медицину. Это свидетельствует о том, что уже в те времена аюрведа не была привязана к каким-то жестким догмам. И вот здесь на изображении известный врач Дживака, Камарамхача, который жил в 5-4 веках до нашей эры. Справа фигура, изображающая его при входе королевский дворец в Бангкоке, в Таиланде. Считается, что Дживака был также основателем тайской медицины. И в 3 веке до нашей эры впервые осуществлено то, что мы сейчас называем общественное здравоохранение. император Ашока постановил, что на каждой 500 жителей должен быть один врач, один ветеринар и одна аптека. Разводились лекарственные растения, проводились вскрытия в случае, когда причина смерти вызывала сомнения. И буддизм распространился по близлежащим странам. Аюрведа попала в Китай в 1 веке нашей эры, в Тибет, это 8 век нашей эры. Также попала на Шри-Ланку, в Афганистан, Монголию, на северо-восток Сибири. То есть Аюрведа начала распространяться. И мы уже понимаем, что на сегодняшний день это знание не только Юго-Восточной Азии, это не только индийская медицина. И в этот же период формируется Великая Трилогия Аюрведы или Брихат Края, Великая Тройка. Такие произведения как Чарака Санхита, Шрута Санхита и Аштанга передая Астанхита. А известный исследователь Альберуни в 1030 году в своем студии Индии Тарик Альфин он пишет у них есть книга известная под именем ее автора, а именно Чарака, которую они ставят выше всех других книг по медицине. Вот здесь марки, которые вышли к юбилею в тысячелетие со дня рождения Альберуни. Мы используем в своих исследованиях эти книги переводим с санскрита на русский язык и нами впервые осуществлен в России перевод санскрита на русский язык клятву врача, который содержится в частности Чарака Санхита. Сушрута Санхита это трактат посвященный оперативному лечению. В нем описано более 300 операций выше 120 хирургических инструментов. Единственный зашедший до нас завершенный труд по трактической хирургии. Ну и также аштанга Хридая Санхита автором который является Расхат она написана в 5 веке нашей эры. Ну затем следует отметить образовательный центр который основан в 5 веке нашей эры это Наланда образовательный центр который занимал область милю в длину и пол мили в ширину и был обнесен стеной и внутри было 300 коллекционных комнат обучалось 10 тысяч учеников и преподавалось выше полутора тысяч лекторов и учителей и образование в Наланде было бесплатным и проходило за счет пожертвований частных лиц и людей которыми делены властью. Прекрасный пример прошлого когда государство вкладывает в образование своих 100 граждан деньги и дает бесплатное образование в этот период еще только начинают в Европе появляться университеты но на территории Юго-Восточной Азии мы уже видим как широко развито образование затем начинается период упадка Аюрведы он длится с 10 по 12 века нашей эры в этот период мусульманские завоеватели уничтожали традиционные медицинские тексты и Наланда была разрушена в конце 12 века в 1193 году и в результате этого центры аюрведического знания переместились в Тибет и Непало но затем начинается новый расцвет который длится с 13 по 18 века нашей эры появляется так называемая малая трилогия Аюрведы или Лакхут Каи это еще три замечательных произведения на которых мы также базируем наши исследования это Мархава Неданам которая записана в 7-8 веках нашей эры это произведение создано Матховой и оно очень популярно потому что в нем впервые в истории приведем перечень различных заболеваний нозологический список Шангатхара Самхита и здесь впервые в аюрведической медицинской традиции подробно излагается диагностика различных заболеваний по пульсу и Бхава Пракаша тоже один из задающихся трактатов как руководство по идеологии симптоматике терапии вот и самый древний манускрипт вот этого произведения Бхава Пракаша он находится в Германии и датируется в 1558 годах затем начинается изменение сознания в социальном развитии и как мы знаем Индия была колонизирована британцами это стало другой значимой вехой в упадке аюрведы и в период британского правления аюрведы не только лишили государственной поддержки но и начали вытеснять подвергая преследованию и в 1835 году Макулей Томас Бабингтон произнес свои знаменитые слова что должны поддерживать власти сеземные предрассудки или западное образование и вот здесь высказывание Макулей известная цитата которая переведена сейчас на русский язык очень совмучна к сегодняшнему дню в которой говорится о том что нужно создать особый класс людей индийцев по крови но англичан по вкусу морали и интеллекту и он предлагает это делать через систему образования и он говорит тогда мы вытесним изменив образование вытесним тех кто знает традицию тех кто хранит традицию и мы прекрасно понимаем что система образования в обществе очень важна на сегодняшний день поэтому ставим перед собой задачу сохранить образование в области аюрведы на сегодняшний и в наших условиях несмотря на это даже в годы преследования аюрведическая медицина сумела щедро обогатить современную медицину в 19 веке в Германии перевели с санскрита прагмент сушрута самхиты с подробным описанием операции по восстановлению поврежденных ушей и носа эта операция она приводится в современных учебниках как операция батаресатки трансплантатов на ножки и она положила начало развитию пластической хирургии как отдельной медицинской специальности то есть аюрведа внесла свой вклад в развитие в том числе пластической хирургии затем начинается период нового времени и мы видим что ученые Европы начинают исследовать восток и начинают собственно исследовать аюрведу в том числе первым ученым который защитил диссертацию она называлась почерк истории индийской медицины она защищалась в Крассбурге в 1858 году это Густав Льетар это первая докторская диссертация посвященная аюрведической медицине следующая диссертация это был его ученик в мир Тарге в 1894 году диссертация называлась исследование индийской медицины и она защищена в университете города бордов в 1894 году вот на слайде вы видите титульный лист этой диссертации ну и теперь сегодняшний день современный период это вторая половина 20-го начала 21-го века период в котором мы с вами сейчас находимся мы знаем что на сегодняшний день классически есть обучение аюрведической медицины в Индии и Шри-Ланке оно проходит в течение 5,5 лет проходят научные исследования аюрведы в Индии особенно в последние 40-45 лет это очень активно с помощью методов доказательной медицины проводится изучение аюрведы в национальной сети научных исследовательских институтов в Индии и сейчас эти исследования также проводятся за рубежом мы в том числе участвуем в этих исследованиях фармацевтические предприятия производят лекарства аюрведы и в 1995 году зарегистрирован департамент который назван АЮЖ он контролирует в Индии аюрведу йогу натуропатию юнами ситху и гомеопатию и мы знаем что в прошлом году этот департамент получил статус министерства на сегодняшний день у нас очень тесное сотрудничество с этим министерством благодаря которому появляются все новые и новые возможности немножко поговорим о том как развивалась аюрведа в России чтобы мы тоже понимали откуда что появилось аюрведа в России аюрведа в России году был открыт первый аюрведический и лечебный центр в городе Нинск ну который тогда был участок Советского Союза и соответственно была единая страна как мы помним связано это было с тем что после аварии на Чернобыльской АЭС был подписан российский индийский меморандум о помощи пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС затем был создан отдел по интеграции традиционной аюрведической медицины в российскую систему здравоохранения в 1990 году четверть лета назад и было подписано три меморандума в 93 и в 99 и в 2002 года об интеграции аюрведической медицины в здравоохранение российской федерации как мы знаем эти все три меморандума не сыграли свою роль аюрведа не была интегрирована в здравоохранение России хотя в 96 году в течение двух лет аюрведическая медицина была в перечне видов медицинской деятельности но потом ее оттуда убрали в связи с невостребованной службой это был 96 98 годах в этот же период продолжалось лечение пострадавших от аварии Чернобыльской АЭС аюрведическими врачами Московский НИИ педиатрии и детской хирургии на здравоохранение Российской Федерации проводил научные клинические исследования совместно со специалистами в области юриды из медицинского центра города Котакал это штат первого и в 2006 году была разработана программа ДПО для врачей по традиционной аюрведической медицине первым МГУ имени Сеченева справедливости разница сейчас я дальше буду говорить об этом стоит заметить что мы такую программу разработали в 2003 году на три года раньше говоря о развитии аюрведической медицины в России хотелось бы отметить вклад который внес один из наших друзей коллег партнеров наставников один из наших учителей это Игорь Иванович Ветро к сожалению оставивший нас этот мир в прошлом году но он внес значительный вклад в развитие аюрведы в России и обязательно стоит отметить его статьи книги обучающие программы он вдохновлял нас на многие проекты которые мы на сегодняшний день реализовали Итак что нам сделано за этот период в следующем году мы подводим 20-летний итог нашей деятельности в области аюрведы в России потому что наша деятельность началась в 96 году и вот за эти 19 лет сделано очень многое но вкратце скажу что сделано первое это с 2003 года проводится лицензированный курс обучения по аюрведе на сегодняшний день этот курс прошли более 750 человек из многих городов России из стран СНГ это Украина это Казахстан Беларусь Узбекистан на сегодняшний день у нас много обучающихся специалистов из дальнего зарубежья это Германия это Словакия Сербия Азербайджан и так далее также за это время нами реализован проект с которым вы все хорошо знакомы в 2008 году совместно с моим хорошим другом и коллегой коллегом Викторовичем Сорокиным разработан аппаратно-программный комплекс Ведопульс аппаратно-программный комплекс Ведопульс он имеет регистрационное удостоверение Минздрава и на сегодняшний день это следующий как мы говорим следующий шаг в развитии пульсовой диагностики я думаю что все кто слушает нас сейчас знакомы с этим замечательным проектом который открыл многим возможность знакомства с Аюрведом а также хочется отметить замечательный проект который реализовала одна из моих учениц Юлия Александровна Бакшеева это профессиональная аюрведическая линия Жива в которую входит разработан масла коктаны аюрведические препараты фито-чаи зубные порошки и так далее следующий я постараюсь так коротко потому что если я буду перечислять все наши проекты это займет наверное дополнительный час но хотя бы так вкратце чтобы посвятить это карманный справочник аюрведы который реализован на всех основных операционных платформах и он устанавливается на смартфоны и планшеты и этот проект реализовал тоже один из моих учеников Ростислав Недосекин и этот карманный справочник на сегодняшний день действительно завоевал популярность в России мы на сегодняшний день даже будем переводить его на английский язык мне постоянно пишут благодарности за него пожалуйста можно пользоваться очень доступен охватывает широкий спектр аюрведических средств и лекарственных растений масла и ориентируем как на тех кто практикует аюрведы так на тех кто изучает аюрведы также хочется отметить наши исследования в научном секторе мы прилагаем большие усилия к тому чтобы наши знания наш опыт в области аюрведы стали доступны научному сообществу и на сегодняшний день за 20 уже с небольшим лет нами опубликовано 135 учебно-металлических и научных работ в том числе 5 монографий зарегистрирован один пациент на действие лекарственной растения куркума лонга при сахарной диабете мы опубликовали 30 статей в рецензированных журналах включая 4 статьи в журналах входящих в международную базу данных фокус и на сегодняшний день уже не 78 пока мы несколько дней назад выставили презентацию уже 80 работ представленных в российском индексе научного цитирования и инвестившая это индекс цитируемости на сегодняшний день уже даже не 7 а 8 на сегодняшний день я тебе говорю только о своих научных публикациях для того чтобы представить научному сообществу все наши исследования в области аюрведы ну в частности у нас есть экспериментальные исследования мы изучали один из метафорских препаратов теджес при острой поточной недостаточности как я уже говорил изучали растения куркума лонга при сахарном диабете и в этих исследованиях участвовала главный эндопринолог города Новосибирска вот ну вот примеры некоторых журналов журналов ведущих медицинских журналов в которых опубликованы наши статьи это не все но потому что мы давали в несколько десятках журналов это и бюллетин сибирского отделения российской академии но это журнал растительные ресурсы в редакционном советском расходе с профессором Елена Елена Лисеевская это упомянутый уже журнал коррекционная медицина это зарубежные журналы это international ayurvedic medical journal это журнал Индии американский журнал биомедицинских исследований вот журналы которые выделил зеленым морфология проблемы социальной геной здравоохранения истории медицины они входят в международную базу цифрования на сегодняшний день выпущено несколько книг по аюрведе в частности это книга которая на сегодняшний уже третье издание изучаем аюрведы легко и просто говорят по статистике она находится на первом месте по продажам книг по аюрведе из России и СНГ это книга которая больше такого психологического конечно плана но тоже очень интересно это но время или как вообще жить настоящим вот и хотелось бы отметить последние две книги прошлого и этого года книга исцеляемся с аюрведа легко и просто и книга которая вышла буквально два месяца назад аюрведа источники и характеристики которую мы написали вместе с Владимиром Юрьевичем Дружининым прекрасным знатоком санкрито прекрасным врачом которым мне уже много лет помогает исследования в области аюрведы вот да как раз в общей чате вы видите ссылку на книги книги по аюрведе они сейчас все доступны их можно заказывать и на сегодняшний день вот эта серия книг является учебниками по которым проходит обучение политической медицины ну вот теперь собственно к таким специально знаменитым процессам хотелось бы перейти в прошлом году 11 декабря 2014 года состоялся состоялся подписание российско-индийского меморандума это план по укреплению российско-индийского партнерства в течение следующего десятилетия 2024 года пункт 33 этого плана гласит о необходимости развития аюрведы и йоги в российской федерации и вот руководствуясь этим меморандумом при поддержке комитета по охране здоровья государства думы России мы создали и зарегистрировали национальную аюрведическую медицинскую ассоциацию эта ассоциация создана в этом году но мы на самом деле занимаемся тем же ставом аюрведы так и занимались в течение предшествующих 20 лет таковы задачи нашей аюрведической медицинской ассоциации в первую очередь это конечно то в чем мы достигли определенного успеха это популяризация знаний аюрведы СМИ проведение различных мероприятий рассчитанных на широкую аудиторию и ассоциация это своего рода профсоюз мы ставим задачу поддержку членов ассоциации это и обучение помощь практической деятельности правовое обеспечение юридическая поддержка и так далее и вот отдельно мы выделяем как нашу главную задачу это образовательная деятельность это многоуровневое обучение аюрведе с выдачей установленных документов и позже я об этом еще скажу на следующий и также в задачи нашей ассоциации входит научно-исследовательская и издательская деятельность мы готовы поддерживать все проекты которые могут быть полезны для людей в этом направлении это производственная деятельность частично о которой я уже говорил выше это проведение международных форумов восхищенных аюрведе и чуть позже скажу о ближайшем крупном событии которое будет проходить в этом году и также задачей ассоциации является сертификация и лицензирование услуг, товаров и специалистов что немаловажно в области аюрведы 1 июля этого года состоялось тоже очень важное событие это изменен общероссийский классификатор занятий в котором официально регламентируется деятельность в сфере аюрведы это значит что с 1 июля 2015 года то есть уже больше трех дней специалисты которые занимаются аюрведой имеют они медицинское образование или не имеют медицинское образование например они являются консультантами по аюрведе должны пройти сертификацию или лицензирование в этой области для этого им требуется обучение как я уже говорил в течение 12 лет мы проводим это обучение и несколько сотен человек пройдя это обучение многие из них практикуны развивают свои проекты в центрах или нет буквально недавно один из моих учеников писал мне выложенный на стене вконтакте фотографии из нового центра города Пермь в городе Пермь это уже 4-й или 5-й аюрведовский центр мы видим что аюрведы развиваются семимильными шагами в России и конечно же хочется чтобы она не была дискредитирована для этого необходимо проходить многоуровневое обучение чтобы знать как правильно применять аюрведы потому что мы видим что многие на сегодняшний день под эгидой под вывеской аюрведы практикуют не совсем то что аюрведой является поэтому мы призываем всех кто интересуется аюрведой планирует ее изучать практиковать а также те кто уже практикует аюрведу вступать с нами во взаимодействие для того чтобы войти в правовое поле и узаконить деятельность в этой области и вот то событие о котором я хотел сказать состоится в декабре 2015 года скоро мы выложим точные даты я думаю что в августе они будут уже выложены на всех наших ресурсах в Москве состоится первый конгресс по традиционной медицине стран ШОС и БРИКС ну вы все знаете что это за образование что такое ШОС и БРИКС и основные направления конгресса это аюрведа и традиционная китайская медицина и наша ассоциация национальная аюрведическая медицинская ассоциация которую возглавляем мы с Олегом Викторовичем Коротиным отвечает за направление конгресса аюрведа поэтому мы приглашаем всех к участию в этом конгрессе врачей приглашаем например в качестве докладчиков или в качестве участников ну и всех также в качестве участников тех кто занимается исследованием в области аюрведы мы приглашаем тоже в качестве докладчиков в числе докладчиков будут известные зарубежные специалисты планируется приезд но еще пока нет утвержденных таких специалистов к Антонио Моранди из Италии по Сан-Плат из Америки присланы приглашения таких специалистов как Гиппок Чокре Марк Розенберг из Германии и так далее этот конгресс покажет что аюрведа в России существует существует уже давно и имеет много достижений которые мы хотим поделиться с рубежными коллегами и также призываем всех к тому чтобы ну как бы войти во взаимодействие с нашей ассоциацией и развивать аюрведу всем вместе общими усилиями ну вот меня просили уложить примерно 40-45 минут чтобы я сделал вот поэтому оставил время для ответов на вопросы я вижу есть один из вопросов просят ссылку на справочник вы можете зайти в группу ВКонтакте которая так и называется карман и справочник овервыду и там есть все ссылки на установку этого справочника на любую платформу операционная система iOS Windows также Android и там вся информация есть это установка платная но там не очень большие суммы где-то все дело 500 рублей это карман и справочник на сегодняшний день он заменяет несколько книг одновременно вот пожалуйста какие вопросы можно задавать в общий чат Итак вопрос сайта NAMO да это мое упущение что я не разместил на презентации сайт нашей ассоциации я прошу прощения сейчас я его набираю и достаточно быстро отправлю в чат так NAMOVEDA.ORG это сайт нашей ассоциации это такой пилотный пока сайт но уже там основная информация есть поэтому пожалуйста заходите можете оставлять заявку на членство ассоциации как физические лица так и юридические лица следите за информацией о тех семинарах тренингах которые мы будем проводить обучающих курсах вот вопрос о вступлении в организацию нужно оставить заявку и осенью ниже к осени мы будем по заявкам рассылать пакет документов для вступления в ассоциацию от заявителей необходимо оставить свои контакты это контактный номер телефона это имейл и также указать свой образовательный ценз то есть кто вы какое у вас образование высшее медицинское или какое-то другое высшее образование и обучались ли вы аюрведе на основании этого будут сформированы разные категории членства в национальной юридической медицинской ассоциации и будет осуществляться взаимодействие помощи поддержки в этой области я хочу отметить национальные это означает общероссийская то есть это ассоциация которая регулирует деятельность в области аюрведы полсты и российской федерации еще пожалуйста какие-то вопросы все ли понятно задают вопрос можно ли из других стран вступать в ассоциацию да существует партнерство с зарубежными коллегами сейчас мы ведем переговоры с несколькими ассоциациями это ассоциация Германии Италии США и некоторые ассоциации Индии с которыми у нас будут заключены партнерские взаимоотношения на предмет международного сотрудничества по развитию аюрведы как в России так и в Аюрведе есть ли еще какие-то вопросы что делать с тем кто живет в странах вне ассоциации к примеру страны СНГ да то есть эти коллеги партнеры они могут писать нам и мы будем рассматривать взаимодействие с ними и также открытие филиалов нашей ассоциации в других регионах так что милости просим взаимодействия всех особенно тех кто находится в русскоговорящем посетке в первую очередь ассоциация создана как простой что лично для меня послужило побудительным мотивом к созданию вот такой ассоциации дело в том что как я уже говорил почти 20 лет я занимаюсь изучением и практикой аюрведической медицины и наверное взлет какой-то вклад в развитие аюрведы в России в течение 12 лет я обучаю людей аюрведе и 80 с лишним процентов тех кто обучается аюрведе это не врачи и так складывается что они как бы выпадают из правового поля и вот здесь мне да вот Олег Викторович правильно мне подсказывает да что наша задача помочь этим людям найти свое место в правовом пространстве и мы на сегодняшний день имеем возможность осуществить профессиональную переподготовку и также повышение квалификации под эгидой нашей аюрведической медицинской ассоциации особенно для тех кто не имеет медицинского образования потому что до 1 июля вот я еще вернусь вернусь к ОКЗ до 1 июля эти люди они де-факто и до юры занимались не совсем ну как бы не совсем не то чтобы быть законно это не было запрещено но и не регламентировалось многие из них занимались так как они хотят этим заниматься и на сегодняшний день мы сделав и зарегистрировав вот этот курс профессиональной переподготовки даем возможность начиная уже с осени записываться на обучение в рамках которого будет несколько модулей образовательных модулей ради которые человек даже если он не имеет медицинского образования а не какое-то другое высшее образование он получает диплом профессиональной переподготовки так в народе говорят второе высшее дающий юридическое право работать в области аюрведы в Российской Федерации тем самым мы защищаем как я уже сказал как профсоюз защищаем всех кто занимается аюрведой в России и вот здесь мы призываем людей все-таки подумать о таком получении образовательного ценза почему потому что если мы не будем приходить единым стандартам в области аюрведы то мы будем иметь ошибки мы будем иметь недочеты в этой области какие-то додумки которые являются домыслами тех кто занимается аюрведой тем самым мы дискредитируем аюрведу поэтому мы видим нашу задачу как отставка в том чтобы помочь каждому кто работает изучает аюрведу работает в этой области и так далее я думаю что я в том числе я знаю что Олег Викторович присутствует на вебинаре в контексте такого обсуждения предлагаю осенью провести вебинар который я готов провести посвященный потенциальным участникам профессиональной переподготовки то есть те кто хотел бы обучаться но не совсем знают как это и как это будет проходить вот да зафиксировали на осень мы запланируем такой вебинар он может быть не очень большой минус 40-45 в рамках которого мы осветим все наши возможности в сфере аллергического образования в России вот это будет наша задача которую мы где-то через месяц ну месяц может быть полтора озвучим вот также там будут озвучены все нюансы и стоимость обучения и этапность обучения могу сказать для тех кто слушает меня из числа специалистов уже обучавшихся на моих курсах мы приняли решение что те часы которые вы проходили на моем образовательном курсе это касается всех кто обучался с 2003 года эти часы будут перезачтены в рамках профессиональной переподготовки это дает возможность ускоренно пройти профессиональную переподготовку получить диплом уменьшить свои финансовые затраты и получить возможность работать в правовом поле вот это определенный бонус для тех кто обучался Авервилии вопрос эти семинары будут проходить в Москве или в других городах эти семинары базовые у нас два города всегда последние 4-5 лет это Новосибирск и Москва Новосибирск для тех кто за Уралом в нашу сторону и Москва для тех кто за Уралом в другую сторону гидропейская часть России и страны СНГ часть часов будет проходить дистанционно это в первую очередь касается часов которые обязательно должен пройти будущий консультант по Аверведе не имеющий медицинского образования это основы медицинских знаний это основы анатомии основы физиологии основы психофизиологии первой медицинской помощи и у нас есть отработанный материал в частности мы давно уже проводим такую профессиональную переподготовку для йоги терапевтов поэтому мы призываем также сотрудничество с нами в рамках ассоциации йога терапевтов мы для них выдаем диплом о профессиональной переподготовке по адаптивной физической культуре вот а для тех кто хочет специализироваться именно в области аюрведы будет выдаваться диплом консультанта по профилю аюрведов и таким образом мы удовлетворяем потребность в обучении как тех кто работает в области йога терапевтии так тех кто работает в области аюрведов вот какие еще есть вопросы мне сказали что нужно где-то через 2-3 минуты заканчивать поэтому у нас есть еще буквально 3 минуты для ответов на короткие вопросы пожалуйста ляга покинет есть ли еще вопросы возможно ли ступить в ассоциацию да вопрос возможно ли ступить в ассоциацию конечно мы ждем заявки на сайте ассоциации есть контакты контактный номер телефона электронная почта поэтому вы можете писать или звонить и оставлять свои заявки в течение лета мы собираем заявки примерно через месяц начинаем ну как бы оповещать да оповещать тех кто оставил эти заявки как я уже говорил в заявках нужно указывать свои контакты контактный номер телефона имейл и ваш образовательный центр вопрос это в Москве вы имеете ввиду ассоциация в Москве так я просто пытаюсь понять вопрос да вот заявки намоведа.ор да штаб-квартира ассоциация находится в городе Новосибирске потому что руководство ассоциации территориально мы находимся большую часть времени в Новосибирске но также у нас есть представители в Москве наши помощники и я думаю что в ближайшем будущем мы откроем филиалы в крупных городах России в том числе в Москве и так далее тут спрашивают веб-адрес мы уже его разместили на маведа.ор я благодарю за внимание спасибо большое за то что выслушали были терпеливыми за ваши вопросы надеюсь до следующих встреч взаимодействия следите за информацией всем огромная благодарность спасибо спасибо организаторам до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч Продолжение следует...